Всем привет! Продолжаем рассказывать о судьбе актеров любимых фильмов и сериалов. Через три года после оглушительного успеха фильма «Брат» Алексей Балабанов выпустил вторую часть фильма «Брат 2», который также был обречен на успех. Фильм мгновенно был разобран на цитаты, а Данила Багров стал новым героем нашего времени. Предлагаем узнать, как сложилась судьба актеров, благодаря которым этот фильм стал шедевром. Фильм «Брат 2» вышел в прокат в 2000 году. Сюжет картины строился вокруг двух братьев Багровых, знакомых зрителю по первому фильму. Данила Багров, узнав, что его друга Константина убили после встречи с банкиром Белкиным, отправился в США, чтобы найти подельника Белкина и отомстить ему за смерть Константина. Вместе с героем в Америку вылетел и его брат Виктор. Добро пожаловать в США! В сиквеле персонаж Виктора Сухорукова получил гораздо больше экранного времени реплик и эпизодов. И в кадре он находился почти столько же, сколько и Сергей. При всей отрицательности своего героя актер вызывает у зрителей необъяснимую симпатию к старшему брату. О Викторе Сухорукове мы подробно рассказывали в ролике о фильме «Брат». Ссылка в описании. Вы мне, гады, еще за Швастополь ответите! Сергей Маковецкий до совместной работы с Балабановым был признанным в России актером. В «Брате 2» он очень точно передал образ типичного банкира тех лет Белкина, одновременно очеловечив его. Балабанов вспоминал, что Маковецкий играл без лишних подсказок и рекомендаций со стороны режиссера. После съемок в фильме «Брат 2» Сергей Маковецкий исполнил более полусотни ролей в кино и театре. Он снялся еще в двух картинах Алексея Балабанова «Жмурки» и «Мне не больно», при этом продолжая умело жонглировать образами. Одной из значительных последних работ Маковецкого можно считать роль Пантелея Мелехова в многосерийном фильме «Тихий дон». Более 30 лет Сергей женат, его супругу зовут Елена. Общих детей у пары нет. У Елены есть сын Денис, которого Маковецкий воспитывал вместе с женой. Присутствие в картине невымышленных персонажей стало одной из фишек диалогии. Во второй части Балабанов сильно расширил количество камео. В кадр попали Валдис Пельш, Леонид Якубович, Иван Демидов и сам режиссер. Роль Ирины Салтыковой в «Брате 2» изначально тоже должна была ограничиться камео. Но позже Балабанов уговорил певицу на более содержательный образ. Ему хотелось героиню, которая любит совсем другую музыку, нежели главный герой. Чтобы девушка была красивая, чуть постарше Данилы и как личность достаточно крутая. Всеми этими качествами и обладала Ирина. Алло, привет. Ключ от В6? Посмотри, там мальчик такой губастенький. После съемок в фильме Салтыкова пыталась продолжить карьеру актрисы, снявшись в двух малоизвестных сериалах, после чего вернулась на эстраду. Постепенно популярность певицы пошла на спад. Она открыла дом красоты и стиля Ирина Салтыкова. Но в 2015 году ей пришлось продать бизнес из-за проблем с налоговой. Отметим, что в свои 50 лет Ирина сохранила просто отличную форму и может похвастаться идеальной фигурой. Салтыкова уже не выступает с концертами, зато приняла участие в ТВ-шоу «Без страховки». Сейчас Салтыкова занимается поддержкой и продвижением своей дочери Алисы, которая тоже решила строить карьеру певицы. Актер Кирилл Пирогов в фильме предстал в образе компьютерщика Ильи Сетевого, сослуживца Данилы, с которым тот встречается в Москве. После премьеры «Брат 2» Кирилл Пирогов продолжил карьеру в театре и кино, став лауреатом нескольких престижных премий за достижения на театральном поприще. Он также снялся в «Жмурках Балабанова» в роли палача. Одной из последних запоминающихся ролей в кино стала роль Чехова в картине «Поклонница». Сейчас Пирогов работает в легендарной мастерской Петра Фоменко, участвует в постановках «Война и мир», «Сон в летнюю ночь», «Последние свидания» и других. В актерской среде Кирилл Пирогов известен как скромный, застенчивый, но очень талантливый актер. Он не стремится к чрезмерной популярности и считается редким гостем на телевидении и тусовках знаменитостей. Актерская карьера Александра Дьяченко началась с фильма «Брат 2», где он сыграл двух братьев-близнецов, что весьма непросто даже самому искушенному актеру. С хоккеем знаком не понаслышке, до сих пор постоянно играет за любительские команды. Сейчас Александр в большом кино практически не снимается, предпочитая второстепенные роли в телевизионных сериалах. Участвовал в первом сезоне шоу «Ледниковый период». В 2014 году снялся в телесериале «Мажор» в роли олигарха Соколовского. Еще актер поет в собственной англоязычной группе и пытается покорить западный мир. О личной жизни Дьяченко ходит много слухов и сплетен, которые он сам не считает нужным развеивать. По данным некоторых источников, он женат, и его супругу зовут Вера Дьяченко. Супруги мечтают о детях. Убедительно сыграв типичную проститутку с нелегкой судьбой, Дарья Юргенс решила делать карьеру на телевидении. После «Брата 2» снялась во множестве питерских криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны» и другие. Вот уже более 10 лет играет одну из главных ролей в телесериале «Морские дьяволы». Является убежденной сторонницей народной медицины. Работает в труппе молодежного театра на Таганке. Первым мужем Даши стал актер Евгений Дятлов. Дарья родила от него сына Егора. Некоторое время она жила в гражданском браке с Петром Журавлевым. У актрисы есть дочь Саша. А ее отце она не распространяется. Говорит, что он не знает о ее существовании. Сейчас она счастлива, живет в гражданском браке с Сергеем Великановым, считая, что наконец-то нашла своего мужчину. «Слушай, а что такое по-английски? How are you? Как поживаешь ли, как дела? А им что, всем интересно, как у меня дела? Не, они интересны. А что ты вас спрашиваешь? Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег. Фашист? Данила. Немец? Русский. Эпизодическая роль торговца оружием по кличке «Фашист» сделала Константина Мурзенко одним из самых узнаваемых питерских актеров. До этого его знали исключительно как хорошего сценариста. Это кто? Свой. Свой? Свой своему поневоле, брат. Сразу после премьеры «Брат 2» Мурзенко приступил к съемкам черной комедии «Апрель» в качестве режиссера и сценариста. Сейчас Константин продолжает сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах. Написал более десятка сценариев, криминальным драмам и комедиям. «День хомячка», «Антикиллер», «Мама не горюй 2». Слушай, откуда все это? Эх, война. Хорошо запомнилась зрителю эпизодическая роль недоброжелательного московского таксиста, которого сыграл актер Константин Желдин. Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретиной. Парадокс. Сегодня актеру 83 года, и он продолжает сниматься в кино и сериалах, играя пенсионеров и антагонистов. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Актер Гэрри Хьюстон продолжает сниматься в американских и канадских сериалах. Исполнил более 50 ролей, но большой популярности у себя на родине не получил. Лиза Джеффри сыграла телеведущую, которой удается ненадолго растопить сердце Данилы. Актриса оказалась застенчивой и очень долго смеялась над амурным эпизодом с Сергеем Бодровым. После съемок в фильме Балабанова, Лиза завершила свою скромную актерскую карьеру, записала один джазовый альбом. В настоящий момент работает диктором и продюсером на христианском радио. Американский актер Кристиан Столте за нулевой гонорар согласился сыграть эпизодическую роль нелепого полицейского в парке Чикаго, попытавшегося задержать Виктора Багрова. Сейчас актер достаточно активно снимается в кино. Последняя известная роль на сегодняшний день в сериале «Чикаго в огне». Если к охранникам у Балабанова в его фильмах всегда прослеживалась стойкая неприязнь, то телохранители вызывали только уважение. Роль Бориса в исполнении Александра Карамнова – это эталон невозмутимости и порядочности. А это кто это? Салтыкова. А звать как? Борис. Не, ее. Ирина. Сейчас актер продолжает карьеру в телевизионных сериалах. Знаешь такое стихотворение? Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Искренность Сергея Бодрова в кадре стала главной причиной народного успеха картины. К сожалению, следующего фильма с гениальным образом Данилы Багрова страна так и не дождалась. Через два года после громкой премьеры «Брата 2» он пропал без вести в Кармадонском ущелье, вместе со всей съемочной группой своего нового фильма «Связной». Подробнее о Сергее Бодрове мы рассказывали в ролике о фильме «Брат». Ссылка в описании. Гуд бай, Америка, о, где не был никогда, прощай навсегда. Хочется сказать огромное спасибо всем людям, причастным к съемкам этого фильма. И если тебе также нравится «Брат 2», ставь лайк. Пиши в комментариях, какие фильмы и сериалы нравятся тебе. Подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!